В апреле 2021 года почти половина Каспийской флотилии России совершила переход в Чёрное море. 15 боевых кораблей поднялись по Волге, миновали Волгодонской канал, затем спустились по Дону в Азовское море и, наконец, проследовали через Керченский пролив. Весь путь занял ровно 10 суток. Примерно за столько же авианосец класса «Нимец» пересекает Атлантику, преодолевая 6-7 тысяч километров. Переход кораблей наглядно показал, насколько неэффективен привычный маршрут из Каспия на Азов через Волгодонской канал. А ведь через него перебрасываются не столько военные суда, сколько торговые. Артерия, проложенная еще в 40-х годах прошлого века, явно не справляется с грузопотоками. Именно поэтому в Москве снова заговорили о реализации мегапроекта «Канал Евразия». Он призван соединить западное побережье Каспия и Ростов-на-Дону почти по прямой линии. Гидротехнический объект будет в 4 раза длиннее Суэцкого канала и почти в 10 раз протяжение Панамского. Большая его часть пойдет по естественной Кумманыческой впадине. За счет этого затраты на строительство канала Евразия обещают уложиться в рамки разумного. Кому пришла в голову идея разрезать континент на Адвэ? Какие перспективы откроются для России и прикаспийских стран с постройкой мегаканала? Что будет представлять канал Евразия в техническом плане? Об этом и многом другом мы обязательно расскажем в данном ролике. Ставьте лайк и мы продолжаем. Для начала давайте рассмотрим, как перемещаются корабли из Каспийского в Азовское море сегодня. Как уже говорилось, судам необходимо пройти вверх по Волге, от устья Великой реки до Волгограда. Расстояние здесь относительно небольшое, менее 500 километров. Даже тихоходные сухогрузы преодолевают его за сутки. А вот на самом Волгодонском канале начинается. Все дело в том, что перепад высот между Волгой и Доном на точках входа в канал составляет 44 метра. При этом Волга располагается ниже. Кроме того, между реками имеются естественные возвышения, которые невозможно обойти. Из-за этого верхняя точка Волгодонского канала, Варварское водохранилище, расположена на целых 88 метров выше уровня Волга. Чтобы поднимать и опускать суда на такую высоту, создана сложная система из 13 шлюзов. Система перемещения по ним выглядит примерно так. Флагман Каспийской флотилии, малый ракетный крейсер «Град Свияжск» заходит в шлюз номер один со стороны Волги. С обеих сторон шлюз закрывается понтонами и начинает наполняться водой. Когда ее уровень повышается примерно на 4 метра, он уравнивается с урезом воды следующего на пути к Дону участка. Затем понтон с донской стороны открывается, и корабль плывет дальше, до следующего шлюза. Здесь операция повторяется, и так на пути к Дону повторяется 13 раз. С той лишь разницей, что на спуске к Дону вода из шлюзов, наоборот, откачивается. Каждая из манипуляций занимает несколько часов, поэтому садам приходится стоять в очереди на шлюзовании. С этим и связан столь долгий путь Каспийской флотилии в Черное море. Из 10 суток пути добрую половину они потратили на шлюзование. Впрочем, большое количество шлюзов вовсе не главная проблема Волга-Донского канала. Спроектированный 70 лет назад, он попросту слишком мал для сегодняшних масштабов. Глубина шлюзовых камер позволяет проходить через них судам с осадкой не более 3,5 метров. Из крупных кораблей здесь могут кое-как проскальзывать лишь баржи класса река-моря. Ширина шлюзов составляет всего 18 метров, что очень мало. Для сравнения, ширина малого ракетного корабля «Град Свиярскс» составляет 11 метров. Поэтому даже его капитану приходилось быть крайне осторожным при шлюзовании. Если учесть, что ширина современных контейнеровозов и танкеров стартует от 30 метров, Волга-Донской канал является для них абсолютно непроходимым. Для полноценного морского трафика из Каспия в Черное море пришлось бы проводить коренную реконструкцию артерии сталинской эпохи. Но это выйдет чрезвычайно дорого. Поэтому и возникла идея возродить проект канала «Евразия». Впервые она была озвучена еще в 2007 году на встрече Путина с президентом Казахстана Назарбаевым. Для Казахстана, как крупного экспортера нефти, такой канал стал бы неслыханно выгодным, ведь он позволяет возить черное золото танкерами в любую точку мира. Однако истинным спасением Евразия обернулась бы для Ирана, на который периодически накладывают санкции. Через российскую артерию Тегеран мог бы экспортировать нефть супертанкерами в Европу, минуя Суэцкий канал, а это уже был бы сдвиг геополитического порядка. Не исключено, что именно из-за подобных перспектив строительство канала «Евразия» было заморожено на полтора десятилетия. Все это время Кремль пытался подружиться с Западом, в том числе задабривая партнеров и поддержкой антииранских санкций. Но сегодня времена явно меняются, поэтому столь амбициозный проект вполне могут достать из-под сукна. То, что речь идет о сооружении планетарного масштаба, сомнений не вызывает. Достаточно взглянуть на карту со схемой канала «Евразия», чтобы убедиться, насколько грандиозный водный путь планируется проложить. Если длина Волга-Донского канала составляет 101 километр, то путь по дну Кума-Маноческой впадины превысит 740 километров. Для прохождения здесь кораблей достаточно построить не более 8 шлюзов, что заметно ускорит трафик. Ежегодный грузопоток по каналу должен составить более 150 миллионов тонн, что в 12 раз больше, чем в лучшие годы Волга-Донского канала. Но откуда все эти цифры, спросит внимательный зритель, ведь канал «Евразия» пока не более, чем идея. Все дело в том, что он давно спроектирован. Черновой проект артерии подготовлен экспертным центром гидротехэкспертизы еще 11 лет назад. Параметры будущей Евразии подробно расписаны и не являются секретными. И как это не фантастично звучит, инженеры действительно планируют отделить Европу от Азии в районе Калмыкии, а помощным в этом задел, созданный еще в сталинскую эпоху. Дело в том, что Кума-Маныческий канал спроектировали и даже начали строить еще в 30-е годы прошлого века. Не случись войны, скорее всего, никакого Волга-Донского канала бы и не было, а прямой водный путь из Каспии в Азов открылся бы в середине или конце 40-х. Однако Великое Отечественное вынудило руководство СССР отказаться от грандиозного замысла. После войны приходилось экономить на всем, поэтому для соединения двух морей был выбран более дешевый проект Волга-Донского канала. Тем не менее, в предвоенное десятилетие наши предки успели неплохо поработать. В частности, каналами соединили водоемы, расположенные в нижних точках Кума-Маныческой впадины. Кроме того, были созданы новые водохранилища, по которым впоследствии планировалось запустить судоходный трафик. Итоги этой грандиозной работы хорошо видны на спутниковых снимках и в наши дни. По сути дела, 80% канала Евразия уже создали сталинские инженеры, а сегодня осталось лишь углубить водный путь, создать шлюзы и довести канал до морей. Согласно экспертным оценкам, эти работы обойдутся примерно в 500 миллиардов рублей. Данная сумма кажется астрономической лишь на первый взгляд. Например, на Крымский мост было потрачено около 230 миллиардов. Таким образом, по стоимости, канал Евразии обойдется в два моста через Керченский пролив. По оценкам экономистов, проект окупится за 11 лет, если канал будет приспособлен для движения судов не менее 10, а лучше 15 тысяч тонн. Канал Евразия способен стать логистическим спасением не только для Ирана с его нефтяными танкерами. Вот уже десятилетия Китай реализует проект «Нового шелкового пути», одна из веток которого пройдет через Казахстан. Для китайцев было бы невероятно выгодно довести железнодорожный путь до Каспийского моря. Далее товары с Алиэкспресс могли бы перегружаться на контейнеровозы и кратчайшим путем развозиться по странам Европы через Черное и Средиземное море. Максимально выгодно это делать с помощью контейнеровозов класса «Панамакс», которые вмещают до 5000 контейнеров, но относительно невелики. Ширина таких судов составляет 32 метра, а осадка – около 12 метров. Таким образом, для использования канала Евразия как продолжение «Шелкового пути» инженерам придется увеличить глубину шлюзов примерно в два раза по сравнению с существующим проектом. Но зато и экономические бонусы в этом случае для России вырастут на порядок. По каналу смогут массово перемещаться грузы сразу четырех государств – Китая, Ирана, Азербайджана и Казахстана. Это позволит ежегодно зарабатывать десятки миллиардов долларов, сделав Евразию своеобразной альтернативой Суэцкому каналу. Помимо экономической выгоды это принесет еще и заметное усиление России на мировой арене. Что касается финансирования, то инвесторы с нетерпением ожидают, когда им будет дана отмашка приступить к реализации проекта. Во всяком случае, об этом говорят многочисленные сигналы, поступающие в прессу. Ложиться в Евразию хоть завтра готовы ключевые финансовые группы России, Китая, Казахстана и, разумеется, Ирана. Однако для этого необходимо политическое решение, принятое на уровне Кремля. Не исключено, что оно возникнет сразу после достройки Северного потока-2. Ведь нас, проектов, много не бывает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова